Девушки отдыхают Это может быть разве что вселенная недавно вышедшей Dungeons & Dragons Online Stormreach. Ищи видео по ней в этом же разделе диска и читай объемную рецензию в журнале. Девушки отдыхают Будь готов снова с головой окунуться в романтику древних арабских сказок и вдоволь исходить Великую пустыню. Попасть в эту локацию можно на ковре-самолете из разных точек мира Нород. Прибыв в доке Sinking Sands, игрок должен сделать выбор. Либо отправиться прямиком в Мадждул, главный город дополнения, либо пойти исследовать две огромные зоны в самой пустыне. При первом знакомстве с Desert of Flames игрока не покидает чувство, что перед ним оказывается вполне себе самобытный проект, являющийся игроизацией легендарной Тысячи и одной ночи. Такой настрой Sony Online Entertainment удалось создать благодаря великолепной работе дизайнеров и мощному движку. Несмотря на то, что с момента релиза оригинального EverQuest 2 минуло практически полтора года, игра выдает завораживающую картинку, обрабатывать которую на самых высоких настройках порой не способны даже топ-видеокарты. Восхитительно красивая, но столь же требовательная графика остается главным достоинством и проклятием EverQuest одновременно. Не поверишь, но даже представляемое видео снималось с нами на настройках уровня Balanced. Флагман АТИ Radeon 1900 XTX порой захлебывается на максимальных значениях графических параметров, что не говоря, красота требует жертв. Вдоволь насмотревшись на местное графическое великолепие, игрок постепенно спускается с небес на землю и начинает исследовать геймплейные нововведения. Сами разработчики больше всего гордятся добавлением возможностей, как они сами выразились, перемещаться по вертикали. Нет, и раньше персонажи могли ходить по лестницам и прыгать, но карабкаться по отвесным стенам они научились только сейчас. Казалось бы, что в этом такого удивительного? Ну, во-первых, эта фишка разнообразит дизайн уровней. Во-вторых, открываются новые тактические маневры. Приведу классический пример, упоминаемый самими разработчиками. Оказавшись в окружении голодных крокодилов, ну или любой другой группы монстров, которая в два счета способна разделаться с твоим персонажем, ты можешь быстренько смотать удочки, если за твоей спиной находится скала. Кроме того, если раньше было проблематично посмотреть, кто же находится на том или ином возвышении, не подходя к нему на опасно близкое расстояние, то теперь ты можешь повернуть камеру на нужный ракурс, не доползая до точки назначения, и получить полное представление о ее обитателях. Продолжение следует... Эти ребятки могут даже перебить группу хай-левелов. Выполняя задания за определенную фракцию, ты получаешь традиционный набор бонусов. Дополнительные задания – доступ к новым вендорам. Вообще, на улицах нового города приходится держать ухо востро. Всякая шушера типа воров и грабителей представляет реальную угрозу для недостаточно прокачанных героев. В последнем противоборствующие стороны должны... Графическое великолепие... Бои протекают несколько хаотично. Нужно ведь после огромных открытых пространств... Уничтожить статую неприятеля и не дать разнести свою. Помнится что-то потом... Разработчики не только добавили новые зоны, но и наполнили их новыми существами, взятыми опять-таки из мифологии древних арабских сказок. Нагами, гарпиями, джиннами, пустынными гигантами, пустынными гнолами, мумиями, песчаными гоблинами и прочими колоритными монстрами. Кстати говоря, девелоперы вернули стрелочную систему обозначения крутости того или иного супостата. Если над головой моба висят две обращенные вниз стрелки, то он слабее. Если они указывают вверх, то, соответственно, сильнее. Существенным изменением подверглись и древо умений персонажей. Теперь разграничение между специализациями стало еще более сильным, чем раньше. Но главнейшей особенностью Desert of Flames являются арены для PvP-сражений. Sony Online Entertainment уже давно слышит упреки в том, что EverQuest 2 просто нуждается в этом. По мнению страждущих, любой, даже самый интересный процесс рубки монстров, со временем приедается и хочется помериться силами с такими же игроками, как ты сам. В то же время множество других поклонников игры высказывали диаметрально противоположное мнение. Мол, PvP ни к чему, он только все ухудшит. И вообще, они покинут мир Норрот в случае его появления. Пораскинув мозгами, разработчики приняли самое правильное, на наш взгляд, решение, тем самым угодив первым и не притеснив вторых. PvP в EverQuest 2 появился, правда, в урезанном виде. Не стоит рассчитывать на массивные баталии между злыднями из фрипорта и добрячками Диноса. Выяснять отношения с другими игроками можно только на арене в матч-дуле. На выбор предлагается три режима состязаний – DevMatch, Capture the Flag и Destroy the Idol. Первые два не требуют разъяснений и ничем принципиально не отличаются от аналогичных режимов в шутерах, тогда как в последнем противоборствующие стороны должны уничтожить статую неприятеля и не дать разнести свою. Помнится, что-то подобное мы видели в Quake 3 Team Arena. Бои протекают несколько хаотично, но со временем к этому привыкаешь. Сложно ведь после огромных открытых пространств переноситься в рамки тесноватой арены. Стимулом к победе служат различные трофеи и почетные титулы. Стоит отметить, что проигравшая сторона ровным счетом ничего не теряет, даже броня не ломается. Участвовать на поле боя можно как самому, так и выводить чемпионов. Приобрести этих персонажей можно у мастера арены или же в процессе приключений. Из убитых монстров выпадают соответствующие карточки. На наш взгляд, играть чемпионами интереснее. Игру легче сбалансировать, ведь частенько в группе не хватает персонажа какой-то определенной профессии, например, лекаря, в то время как у противоборствующей стороны нет танка. А так выбирается один и тот же набор чемпионов, и на исход боя влияет только мастерство игроков. Все-таки ты ничего не теряешь или не приобретаешь, поэтому интерес здесь чисто спортивный. Еще одна интересная фишка местных PvP-сражений – возможность делать ставки. Причем это могут делать как сами участники, так и зрители. Конечно, все это выглядит очень мило, но не дотягивает даже до среднего уровня. PvP здесь является своеобразным довеском, который был введен лишь для внесения некоего разнообразия в игровой процесс. В поисках полноценного PvP тебе следует отправиться на недавно запущенные PvP-сервера. Они были открыты вместе с релизом второго аддона к EverQuest 2 Kingdom of Sky. Обо всем этом мы расскажем в следующем номере. Не пропусти майские PC-игры. Подводя черту, хочется сказать следующее. Отличное дополнение к отличной игре. Мир EverQuest 2 расширился, обзавелся новыми гранями, а его обитатели получили массу новых возможностей и впечатлений. Продолжение следует...